7 августа 1998 года практически одновременно у посоль США в столице Кении, Найроби и столице Танзании, Дарес-Салами, взорвались машины со взрывчаткой. Жертвами взрывов в основном стали кенийцы и танзаницы. Из 224 убитых только 12 были гражданами США. Более 5000 человек получили ранения и контузии. Достаточно быстро разведка США установила, кто произвел эти теракты. Тогда мировые СМИ впервые сообщили о существовании джихадистской террористической организации Аль-Каида и назвали имя ее основателя, саудовского миллионера Усамы Бен Ладена. Во многих смыслах это было прецедентное событие. Дипломаты традиционно считаются неприкосновенными людьми, в том числе и по нормам ислама. Организаторов теракта не смутило, что среди их жертв много мусульман. До этого джихадисты пытались не убивать единоверцев. Реакция администрации президента Билла Клинтона была быстро и решительной, однако скорее демонстративной. 20 августа США нанесли ракетные удары по тренировочным лагерям Аль-Каиды в Судане и Афганистане. Стоимость использованных ракет в сотни раз превышала ущерб, нанесенный террористам. Наиболее результативными стали традиционные методы следствия. В Кении и Пакистане были арестованы и экстрагированы в США двое подозреваемых – палестинец и гражданин Йемена, которые дали показания и рассказали о роли Аль-Каиды. В сентябре были проведены еще два ареста в США и Германии. Поиски ареста подозреваемых продолжались и в последующие годы. 4 ноября 1998 года США предъявили обвинение в убийстве 224 человек и применении оружия массового уничтожения Усами Бен Ладену и его начальнику штаба Мухаммаду Атефу. За информацию о Бен Ладене была назначена награда в 5 миллионов долларов. В 2000 году в США начались судебные процессы над террористами, взорвавшими посольство. В общей сложности обвинения были предъявлены 20. 8 были приговорены к длительным срокам заключения, в том числе пожизненному лишению свободы. 11 сентября 2001 года Аль-Каида провела самый крупномасштабный теракт в истории, атаковав Нью-Йорк и Вашингтон. Результатом стало начало глобальной войны с терроризмом. Мухаммад Атеф был убит ударом американского беспилотника в Афганистане в 2001 году. Усама бен Ладен ликвидирован в Пакистане в 2011.